Сила мысли Бесчисленные легенды, мифы и гипотезы содержат в себе попытку объяснить загадки мышления и силы воздействия наших мыслей. Только немногие из людей понимают, как мысли человека могут влиять и изменять саму жизнь. Но последние исследования показали, что есть постоянная и неопровержимая связь между работой разума и физической материи. Самое большое открытие, сделанное моим поколением, это осознание того, что человек может изменить свою жизнь, просто поменяв свое к ней отношение. Тайну разгадаю, музыки не одно Современные ученые теперь используют идеи квантовой физики и квантовой механики, чтобы понять процесс работы мозга на уровне атомов, квантовых частиц, на уровне энергии. Этим ученым удалось объяснить некоторые ранее непонятные феномены, которые оказались напрямую связаны с работой человеческой мысли. Квантовая физика — это наука о вероятности. Эксперименты квантовой физики доказывают, что частицы могут постоянно изменяться, пока за ними не наблюдают. Как только человеческий глаз зафиксирует позицию той или иной частицы, сама частица застынет в этом месте для человека, хотя в реальности может находиться уже совершенно в другом месте. Этот парадокс называется феноменом суперпозиции или принципом неопределенности Гейзенберга. Поэтому можно предположить, что такого понятия, как объективная и единственная реальность, не существует. Другими словами, наше наблюдение за реальностью изменяет саму реальность. Нашумевший эксперимент квантовой физики, который называется «эксперимент с двумя щелями», доказал, что частицы ведут себя либо как материя, либо как волна, но никогда не могут быть и тем, и другим одновременно. Такой вывод привел многих физиков в шок и растерянность. Тем не менее, открытие двойственного или дуального характера частиц не отменяет полностью законов классической физики. Я знаю, что я разумный, потому что знаю, что ничего не знаю. Некоторые ученые, например, японский исследователь Масара Имото, доказал, что материя может изменяться под действием мысли, вибраций, которые она ощущает. Примером такой материи может быть вода. Опыты показали, что качество и состояние воды лучше всего видны, когда она находится в кристаллизованной, то есть замороженной форме. Вода замораживалась в то время, как ее заставляли слушать разного качества музыку, когда ей говорили разные слова или фразы, и когда возле нее думали о хороших или плохих вещах. Чтобы сделать эксперимент максимально объективным, Масара Имото использовал нейтральную воду, то есть дистиллированную. Например, звуки тяжелого рока заставлял воду формировать неровные кристаллы без четкой геометрической формы. Вода, для которой играла музыка Моцарта, образовывала классическую снежинку. После тысячи проведенных экспериментов Имото сделал вывод, что вода постоянно реагирует на любые вибрации, колебания, даже мысли. Если энергия вокруг воды позитивная, то формы кристаллов всегда красивые, четкие и кружевные. Если энергию несет в себе агрессию или грусть, то снежинки получаются бесформенными и некрасивыми. Поэтому вполне возможно, что во всей Вселенной действуют гораздо более сложные законы взаимодействия энергии и материи. И как показывают опыты с водой, если мы хотим создать счастливый и красивый мир вокруг себя, то наши слова и мысли должны быть позитивными. Очень важно уметь выражать благодарность и любовь, сочувствие и поддержку. Другой эксперимент называется EEG, который проводился с использованием генератора случайных чисел. Генератор в случайном порядке выводил на экран монитора цифры 1 и 0. Участники эксперимента должны были наблюдать за цифрами и радоваться появлению единиц. Через некоторое время генератор стал производить больше единиц, чем нулей, хотя никаких изменений в его программе не производилось. После этого исследователи провели такой же опыт, только участники находились в разных уголках планеты, а не сидели в одной комнате. Результат получился таким же. Единиц через некоторое время стало намного больше, чем нулей. И этот же опыт показал, что чем больше людей концентрируют свои мысли на чем-то совместными усилиями, тем быстрее они получают желаемый результат. Энергия направляется туда, куда направлено внимание. Квантовая физика рассматривает вопросы, связанные с внешними и с внутренними законами, которые формируют нашу реальность. Уже не вызывает сомнения тот факт, что сознание и понимание являются важными факторами для формирования нашей реальности и той жизни, в которой мы находимся. Наши мысли имеют огромное значение и играют важную роль в том, как мы существуем в этом мире и какую жизнь для себя мы создаём и выбираем. Качество наших мыслей влияет не только на наше поведение и, как следствие, на наше будущее, но и на динамику работы наших нейронов, где энергия является главной составляющей в работе нервных клеток, например, в синапсе. Любой, кто не был шокирован квантовой физикой, ещё не понял её смысл. Только представьте, что любое твёрдое тело состоит из субатомных частиц, которые входят в состав атомов и составляют менее 1% от размера самого атома. Некоторые учёные полагают, что расстояние внутри атомов, например, расстояние между ядром и электроном, можно сравнить с расстоянием между континентами, а расстояние между самими атомами с расстояниями между планетами в нашей Солнечной системе. Следовательно, кирпичную стену можно назвать пустотой. Всё относительно и не такое, каким кажется с первого взгляда. Мы не всегда можем понять мир, опираясь только на то, что видим, слышим или ощущаем. Когда вы измените своё отношение к тому, как вы смотрите на вещи, тогда вещи, на которые вы смотрите, изменятся для вас. Считается, что реальность становится реальностью, когда мы решаем, что так она должна выглядеть. Для нашего мозга нет разницы между явью и сном, галлюцинацией и воспоминанием. Всё это – реальность, в которой мы живём. Для того, чтобы быть счастливыми и успешными, достаточно представлять себе картинки успеха и счастья, визуализировать для себя радостные события, и тогда энергия мыслей воплотится в форму материи. Если общими усилиями мечтать о счастье и успехе, то такие мечты быстрее станут реальностью. Сегодня вы там, куда привели вас ваши мысли, а завтра вы будете там, куда ваши мысли вас унесут. Сознание может быть целебным. Мысли могут изменить мир. Думайте о хорошем. Мысли – это силы с неисчерпаемой энергией. Передайте позитивный импульс этой силы рядом сидящему человеку. Арбейсен. Будьте успешными, будьте счастливыми и думайте о хорошем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова